Этот год подходит к концу. Михаил Николаевич, с какими экономическими результатами его завершает Гомельская область? Действительно, уже середина декабря и пора подводить итоги 2019 года и строить планы на 2020 год. По главному интегральному показателю, валовому региональному продукту, который характеризует развитие всего комплекса хозяйственного Гомельской области, Гомельская область сработала с объемом 11 миллиардов рублей. Это 10% от общего объема валового внутреннего продукта по стране. С положительной динамикой сработали строительство, информация и связь, торговля, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность. Всего промышленный комплекс сработал с простом 1,3%, который занимает в валовом региональном продукте порядка 40%. Во внешнеэкономической деятельности Гомельская область обеспечивает 13% экспорта товаров всей страны с объемом 3,5 миллиарда долларов. Важным звеном в социально-экономическом развитии нашей территории, конечно же, является частный бизнес. В текущем году мы приросли на 1500 субъектов малого и среднего предпринимательства. И общее количество их на 1 декабря составило 38,7 тысяч субъектов. За текущий год создано 650 новых организаций. И зарегистрировано у нас на сегодняшний день за 11 месяцев порядка 4 тысяч индивидуальных предпринимателей. Субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечили доходную часть бюджета около 500 миллионов рублей. Это 21,8% от общего объема поступлений. Активно шла работа по привлечению инвестиций в экономику региона. Расскажите, о каких цифрах идет речь и о каких новых проектах можем говорить также. Действительно, текущий год характеризуется ростом инвестиционной активности. За 11 месяцев в экономику области инвестировано 3,7 миллиардов белорусских рублей. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Следует отметить, что чуть более 16% инвестиций приходится на областной центр, а остальная часть, это более 80%, распределена по регионам области, что является важным моментом в части увеличения инвестиционной активности именно районов нашей территории. На настоящий момент реализуется проект в Петриковском районе. Это строительство горно-обогатительного комбината. В планах реализация проекта по строительству речного порта в Брагинском районе. У «Спартака» запланирована реализация двух проектов по расширению ассортимента продукции. «Гомсельмаш» запланировал реализацию проекта за счет средств инновационного фонда. Ряд проектов также намечен организациями пищевой промышленности и сельскохозяйственного комплекса. Что касается проектов, которые у нас запланированы на будущее, в настоящее время разрабатываются планы на будущий год и проходит их защита. По предварительным наработкам, будущий год по объему вложенных инвестиций и капитальным вложениям по результатам защиты бизнес-планов ожидается не меньше уровня текущего года. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе завершается крупнейший инвестиционный проект создания комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Расскажите, что в перспективе нам даст такая модернизация? Проект, который реализуется на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, важен как для нашей области, так и для страны в целом. Действительно, это очень крупный проект, аналогов которому на сегодняшний день нет на постсоветском пространстве. Эксплуатация данного комплекса позволит увеличить глубину переработки нефти. По результатам экспертов, глубина переработки увеличится до 90%, что позволит вырабатывать больше светлых нефтепродуктов с большей маржинальностью и, соответственно, увеличится конкурентоспособность данной продукции. На протяжении года мы также следили за ситуацией на Светлогорском ЦКК. Выпуск сульфатной белиной целлюлозы там уже запустили, однако не на полную мощность. Расскажите, что ждет предприятие в ближайшее время? Работа данного предприятия на сегодняшний день просматривается достаточно перспективной и оптимистичной. По сравнению с прошлым годом, объем производства на данном предприятии увеличен на 44,7%. Также рост объемов производства запланирован и на следующий год, что в свою очередь позволило загрудить данное предприятие. 90% продукции данного предприятия реализуется на экспорт с достаточно высоким уровнем маржинальности. Но самое главное, что на данном предприятии порядка 500 человек нашли себе рабочие места с достойным уровнем оплаты труда. Михаил Николаевич, спасибо вам большое за интересную беседу и до новых встреч в эфире. Спасибо.